привет друзья привет подписчики и я решил записать очередное еженедельное видео новостей из турции у себя на балконе несмотря на то что здесь шумная но я думаю вы меня услышите все равно микрофон хороший вот кусочек моря вам будет видно хотя вряд ли из-за периода так вот какие у нас новости этот план немножечко писал новости не буду сильно отличаться от новостей прошлой недели потому что все те же проблемы которые нас тревожили неделю назад они все остались что-то усугубилось и так немножечко оценок ценах магазин магазина на прошлой неделе я говорил о том что поднялись на тарифы это все продолжают соцсетях на фейсбуке там обсуждать да все хвалятся своими чеками цены в магазинах также поднялись какие-то продукты на 50 процентов какие-то на 40 и на 20 но цены поднялись и продолжают расти инфляция прямо российская сюда пришла в турцию буквально день-два назад и радоган даже выступал по поводу инфляции пытаются они и удержать как-то но тем не менее для примера может быть вам будет интересно я вот снял цены на некоторые продукты в ближайшем от своего дома магазине бим цены на основные продукты буквально хлеб молоко и курица индейка мясо давайте я немножко покажу вам какие цены вот этот хлеб стоил 878 вершин 1390 его берут здесь много белка показательный момент этот токмейк батон 210 грамм есть там стоил полторы лиры в августе сейчас три в два раза больше овощи и фрукты на рынке лучше брать здесь очень дорого получается хотя по российским меркам конечно это дешево очень четыре половина литра яблоки фрукты очень не сильно подорожали на самом деле совсем чуть-чуть процентов на 20 давайте посмотрим молочку и мясо вот мясо точно подорожало сейчас я вам покажу сейчас выбора не очень много воскресенье так вот индейка у нас да это филе грудки хиндики ищем 4590 в общем стоило на 28 где 27 28 лет в августе-сентябре-октябре сейчас вот 4590 подкидка и туда так из городова это это мясо филе бедрышки там скажу с косточками изгород того 47 ну то что она стоила где-то 24 26 лир сейчас 48 курица у нас или где грудки пон-филе или пон-филе вот 45 ну то что мы стоило 26 сейчас 27 час 45 практически в два раза у нас цена выросла ножки пакет 2990 вот ножки не сильно выросли они стоили примерно там 18 21 лиру сейчас вот 30 так целая курса вот это кстати цена вообще не выросла практически на 4 лиры выросла курса дешевые целые со скидкой вот это удивительно давайте посмотрим молочку хлеб я показал мясо показал и молочку как куда основные какие-то продукты этот полка здесь со скидкой продают разные продукты очень интересные попадаются так этот йогурт два с половиной килограмма я покупал за 12 половиной лир 12 половиной там 14 половиной лев а сейчас вот 20 было 22 сейчас у 20 соски ну то уж тут почти но в полтора раза выросли где-то вот здесь полтора грамма жира 4 белка в этом йогурте зеленому классно что еще молоко айран 990 стоил 7 с половиной на 25 процентов цена выросла молоко молоко 8 с половиной 3 1 жирность 8 с половиной молоко ладно стоил 7 с половиной 7 с половиной 80 12 90 вот в принципе все основные продукты и цены растут посмотрим чему это приведет вы убедились да что цен у нас немножко выросли как немножко но значительно выросли с этим живем все равно по сравнению с российскими ценами здесь все более-менее более-менее в порядке цены на рынке они тоже выросли но совсем незначительно вот здесь все нормально но как живут местные я про мне знаю я думаю многим тяжело тем тем кто не в риэлтор не связан с недвижимостью дань риэлтор нормально люди сюда едут вот далее вторая тема которая хотел обсудить это опять же погода как видите я тут в куртке в толстовке сижу там в кепке даже голова мерзнет погода нас пасмурная ближайшие 4 сегодня 30 января и ближайшие четыре дня нас планируется дождь и вот такая погода последующие дни точно следующие выходные уже будут пасмурные хотя дождя вроде бы не обещаю вся следующая неделя первая неделя февраля у нас будет холодная более того вот у нас на это прошедшей неделе снегопады завалили стамбул в аэропорту там даже не помню в каком и в двух когда обвалилась крыша в терминале там грузовом рейсы не принимали рейсы которые летели в стамбул отправляли в анталию хотя в анталии ситуация была не лучше в анталии тоже валил снег вот такая вот история у нас в алании снега нет хотя ночами да вроде бы был там снег там во вторник утром люди проснулись у них на подоконник балконах снег но он быстро растаял ночью прошел немножко и в эти выходные у нас мэр правительство города алании строил такой праздник привезли из старовских гор неподалеку подступает к городу привезли большую большую гору снега я даже столе записывал вот посмотрите а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И еще один такой момент, очень важная информация, я думаю, будет для многих, кто сюда собирается уехать, иммигрировать, приехать, пожить какое-то время. Это телефонная связь. Если у вас будет 2 или 3 месяца, у всех по-разному, у кого-то пораньше отключить, у кого-то побольше, я спрашиваю, у кого-то через 2 месяца отключают, у кого-то через 3. Если у вас есть ВНЖ, вид на жительство и комет, то вашу симку мне будут отключать 3 месяца. Ну, или у кого-то 4, вот у меня 4, я в октябре покупал, в начале января у меня должны были ее отключить, но, видимо, из-за того, что начало года все как-то обнуляется, мне пришло смс, что действие симки мне продлили еще на 4 месяца, то есть до апреля. Прямо у меня как камень с сердца упал, потому что покупать телефоны здесь в Турции дорого, цены они побольше, чем в России на телефоны и на технику импортные. Ну, вот буквально так же неделю назад я проснулся, смотрю, у меня все порты, симочные, все заблокировано. Вот, ну что, фигня, я уже хотел думать, как это заблокировать, стал уже у людей спрашивать, там, сколько будет стоить заблокировка. Кто-то говорит 500 лир, кто-то 200 лир, вот, но это не официально, как-то это люди, которые умеют, знают, местные турки. Они официально, это где-то 2-2,5 тысячи лир, то есть это очень дорого, заблокировать телефон. Так вот, я уже собирался там через несколько дней пойти и найти этих людей, кто заблокирует. Но на следующий день я проснулся, и у меня все работает благополучно, так же все, нормальная связь, пошел, выплатил телефон, все работает. Но блокировка была именно портов, не симки, именно портов, то есть там отображалось, что именно порты заблокировались. С российской картой, с российской симкой и с турецкой. Вот такие вот дела, вы знаете, что связь здесь только на несколько месяцев. Но если вы, соответственно, покупаете здесь турецкий телефон и вставляете туда турецкую симку, все будет работать без проблем, и все, вы об этой вещи знать и думать не будете. В принципе, вот такие вот новости я вам рассказал, 3 новости, как обещал я каждую неделю. А если у вас какие-то вопросы, будут какие-то темы, еще что-то рассказать, показать, пишите обязательно в комментариях. И всем пока!